Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наше видео посвящается тому, почему невыгодно содержать камерунских коз. Во-первых, кому нужна молочная продукция, то это не сильно выгодно, потому что козы дают, пусть они и съедают мало, но они дают мало молока. И если вам нужно для молочной продукции, например, изводство сыров, либо какой-то еще дополнительных молочек, то вам нужно будет иметь большое, очень большое стадо, и каждую козочку нужно будет отдельно по эти 1,5-2 литра сдаивать. Это не очень удобно, намного лучше подойти к уже к нубике, сдаить за раз там, сколько они дают? 2,5-5 литров молока, по-моему, 5, ну я не знаю, 5 в сутки, ну неважно. Это факт в том, что доить нужно много козочек для того, чтобы было, и держать много козочек, чтобы было много молока для производства молочной продукции. Это не очень выгодно, даже потому что они там едят мало и тому подобное, не совсем удобно. Нужно больше сараев, нужно каждому там сено наносить, если это там разные сараи. То есть намного лучше иметь одну полноценную козу, там нубику, альпику, зооненскую, и с ней уже играться, чем, к примеру, вместо одной нубики иметь нужно будет 3, либо там 2 камерунские. Это не очень выгодно и не очень удобно. Даже я бы сказала не то, что это не выгодно, это неудобно, вот так вот. Плюс, опять-таки, мясо, мясо у камерунских коз, они весят порядка 35-45 кг, может быть, там до 50 мальчики весить. И тоже, если кому-то на мясо, то это не выгодно, нужно брать мясные породы. Ну, мясные, конечно, будут и кушать больше. Дальше на продажу камерунские козы не выгодны тем сейчас, что они просто не популярны, они их люди не знают. Как только они войдут в моду, как только люди узнают о пользе, о том, какие они классные, хорошенькие, их начнут брать. Но сейчас, пока люди мало о них знают, и почитав, допустим, вот я захотела купить камерунскую козу, я пойду, почитаю в интернете, там отзывы, форумы, видео, посмотрю, читаю комментарии. И когда я читала комментарии, я просто была в шоке, потому что диванные эксперты, которые ничего в этом не понимают и никогда не имели дело с камерунскими козами, по одному названию начинают писать свое мнение, что это африканская коза, она не выдержит зимние морозы российские, им нужно тепло, им нужен сильный уход, потому что они привередливы. Они много едят и дают мало молока. Это все пишут в отзывах люди, которые просто увидели, ага, африканская коза, значит, если это коза, она должна много кушать, как обычная коза, допустим, съедает там альпийка, а молока она дает мало, а африканская, значит, им нужно тепло. И начинают писать свои нелепые отзывы. И, соответственно, когда человек почитал, который хочет купить камерунскую козу, он думает, а зачем оно мне надо, я куплю нубийку, которая там дает 5-7 литров молока в день, и у меня все будет отлично. Вот поэтому из-за того, что непонимающие люди вводят в заблуждение, многие не хотят покупать камерунскую козу, потому что они почитают отзывы, и они даже не будут звонить заводчику, чтобы узнать, действительно ли это так. Поэтому это очень большой минус такой вот. Дальше они не распространены в принципе, потому что их мало. И вот, допустим, я живу в населенном пункте, у нас никто вообще не знает о таких козочках, у меня все приходят, спрашивают, а почему они у тебя такие маленькие, а сколько они молока дают, а вот и кто это, и что за породы, и где ты там их взяла. Люди не знают, они привыкли к обычным козам, и для них это в диковинку, особенно то, что они такие маленькие. Дальше, ну, цена на них тоже довольно-таки недешевая, если брать у именно заводчиков, потому что бывает такое, когда людям просто не нужно, и они продают это вообще по дешевке, там козочку можно за 2000-3000 рублей купить. А если, допустим, заводчики, то у них там порядка 10-15 тысяч рублей сама козочка стоит. И люди тоже как бы сейчас, в наше время, это довольно-таки большие деньги для многих людей. И когда, возможно, когда страна выйдет из кризиса, люди станут больше сорить деньгами, и позволять себе таких животных. Ну, плюс тогда цена тоже немножко упадет, потому что, возможно, козочек будет больше, и конкуренция будет больше, и каждый будет хотеть продать, и будет снижать цену. Вот, потом, мало кто знает о пользе камерунских козочек, потому что, насколько мне известно, я не буду точно утверждать, что никаких исследований на молоке, на мясе не проводилось. И официально не доказано, что это суперское мясо и молоко. На вкус там и в интернете пишут одно, но никаких таких, знаете, заявлений по телевизору особенно не было, как, к примеру, с перепелиными яйцами и перепелками. Они же раньше тоже были не котируемые. А когда там ученые доказали, или кто там доказывает, что они там суперполезные, это показывали по телевизору, в разных передачах, это прошла очень такая хорошая реклама, и все начали покупать, покупать себе перепелок для детей, для бабушек, для себя, и начали разводить. Поэтому, когда также прорекламируют камерунских коз, я уверена, это будет 100%, то люди начнут просто будут даже, вплоть до того, что они будут откладывать деньги, для того, чтобы купить камерунскую козу, если не будет возможности, к примеру, сразу заплатить там. Не у всех же есть такие деньги на козу, особенно, когда заводчики гнут цену, потому что только они одни в стране, потому что в некоторых странах камерунских коз в принципе нету, и приходится везти с другой стороны, это все таможня, это все деньги, это все очень большие расходы, поэтому они ставят очень большую цену. И можно, конечно, как мне повезло, купить их недорого, может, тоже кому-то так повезет, но не всем так везет. Поэтому в дальнейшем, я думаю, они будут очень распространены, смотрите, смотрят, там кот идет, все смотрят на кошечку. Кто это там такой? Вот, поэтому я думаю, в дальнейшем оно, еще очень большую роль играет то, что люди просто не знают о породе, и они читают отзывы и комментарии, и думают, зачем оно мне надо. Поэтому убедительная просьба к диванным экспертам не писать свое мнение, если вы не знаете. то, как оно есть на самом деле. Стрелка пошла знакомиться с котом. Опа, опа, кто там? Котик спрятался за ветками, его не видно. Хвостиком мах-мах. Все, котика не видно, он спрятался уже неинтересен. Пчелы у нас тут летают и летают. Так что вот такое вот это лично мое мнение. Может быть, кто-то считает иначе, но у каждого человека свои взгляды, свое понимание. шоколадка, шоколадка, шоколадка идет. Все, кошечка или котик, кто это там ушел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание, хорошего вам настроения. Вы все за котиком пошли? Жалко, что у нас нет котика. Сделали бы видео знакомства козочки и котика. Но у нас собаки, а собаки котиков не любят, поэтому мы без котика.